Что вы хотите сегодня посадить? Цветочек. Хорошо. Кориандр, укроп, редиска, цветы, целая грядка зелени на детском столике. Ребята увлеченно копаются в земле. Высыпаем, смотри, здесь какие семена, видишь? Они же другие, да? Другие, маленькие. И вот так вот пальчиками, по чуть-чуть насыпаем на каждую ячейку. Вместе с воспитателями-активистами малыши подготовили землю, семена посадили. У каждого ребенка теперь появилась собственная маленькая грядка. Они пока еще не привыкшие к этому. Но мы все это делали. Но делали мы это как бы на природе, в уголках, среди всех. А тут отдельный кабинет, такое оборудование, приспособление. И мне кажется, им понравится. Они будут с удовольствием заниматься. Особенно слабослышащие дети, к ним нужен особый подход. Мне кажется, будет все очень хорошо. Экологическое воспитание ребята теперь получают на практике, а не только в теоретических занятиях. Проект для нашего города уникальный, хотя реализуют активисты его в республике уже третий год. Сейчас у нас появляется новое поколение детей, у которых будет эко-сознание. Это те дети, которые будут беречь нашу природу. Это которые будут защищать нашу планету от экологической катастрофы. И поэтому мы сейчас решили именно начинать с дошкольного возраста вводить детей именно в эко-педагогику по обучению и сохранению нашей окружающей среды. Главный вопрос финансирования создать такие секции помогает сбор макулатуры и благотворительные ярмарки на собранные средства и удается открывать эко-кружки и содержать их в дальнейшем. Планируется, что экологический кружок будет работать круглый год. Летом на территории сада появятся теплицы. Мы приедем сюда с инструментами, материалами и вместе с родителями и с детьми будем в формате мастер-класса изготавливать грядки и скамеечки, чтобы детям было удобнее заботиться о наших вот этих вот саженцах, которые мы сегодня засеяли. В день организаторы проекта собираются устраивать по 8 занятий. Активисты планируют продвигать этот проект и в других дошкольных учреждениях.